О, ой, блядь, пулемет в мусорке нашел, и хрена, слышь, блядь, и джеб заработал, закупиться перед побегом, всех оружия есть, все готовы, я подготовился заранее, повторно за ящиками идем, и потом, короче, тамбун, отходи, о, они походу уходят, уходим, уходим, слишком много их, рассказывать буду, не поверят, Уже достаточно давно на канале не выходили ролики с приветствиями, которые длятся около минуты или же больше, раньше я думал то, что этого времени вполне достаточно, чтобы подготовить почву для нового ролика, чтобы рассказать вкратце, что новые зрители, или же еще старые задержавшиеся, могут увидеть в этом видео, и это приветствие не станет исключением, вот уже полтора года я снимаю Дарк РП, показываю разные байты на нарушения, ну, конечно, чтобы нарушить видео, и это видео, и это видео. Нарушили как раз люди, которые заслуживают вот наказание на серваке, которые мерзкие, неприятные и так далее. В плане байтов, я сегодня не привнесу ничего кардинально нового, мы будем пользоваться только старым, проверенным дедовским способом. Потому что из всех существующих, или же из тех, что я придумал, это самый рабочий и классный метод, который помимо того, что помогает набить больше нарушений у человека, так еще показывает суть Дарк РПшеров во всей красе. Те, кто смотрел недавние ролики, наверное, уже догадываются, о чем это я, а те, кто не понял, погнали смотреть. А теперь, по щелчку пальца, я говорю на специальной частоте. Да, разницы в голосе вы не заметите, но те, кто услышал, они избранные. Потому что именно для них я решил сегодня рассказать, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую анонсы стримов, видео, всякие записи и так далее. Я просто заметил то, что не все переходят из тех, кто посмотрел ролик. Ну да, конечно, стопроцентного перехода я не добьюсь, но все же некоторые, наверное, не верят, что у меня есть телеграм-канал. А ты зайди в описание и нажми на ссылку. Арабский символ был удален из НЛР-зоны. Что вам арабский символ сделал, блядь? Ты читал до пиццы? Наебалово. Везде кругом наебалово. Вот сюда иди. Вот сюда иди. Рычейна. Рычейна. А вы ушли отсюда? Парад долбоебов открывает наемник, который иногда выполняет заказы нормально и по правилам, но в большей части он их сам нарушает. Взять тот же самый заказ в зале суда. По правилам он ничего не нарушил, но, блядь, кажется, как будто там есть какое-то общественное место, но по правилам оно не считается общественным местом. Развязывается такой диалог, то что он начинает провоцировать на то, чтобы арестовать хотя бы кого-нибудь, но, естественно, он арестовывать не может. Потому что он на самом деле наемник. Непонятно вообще, почему он решил меня прогонять, просто потому что захотелось, комендантского часа нету, я могу спокойно находиться на улице, но ему захотелось приманить каких-нибудь ментов. У меня же вполне возник резонный вопрос, почему он сам не может заарестить, раз ему это так нужно? У него что, нету экипировки или же он вовсе не какой-нибудь там спецназовец с наручниками? Я запрашиваю у него вполне справедливо его документы, которые он решает не предоставлять и достал популярную здесь какую-то лазерную хуету, на которой почти каждый улетает от любого РП процесса и думает, что это нормально. Ну что, давай. Бэйл. Шот сути, шот сути. Нет. Жолос, сути, реческая. Нет. Почему? Потому что... Ну, он меня не заарестит вообще. Зачем я скрыла полицию? Арестовать его из страдания полиции. Арестовать. Возьми и арестуй. Зачем я тебя арестую? Или ты фуфил. Арестовать. Документы твои. А ты кто такой, чтоб тебе документы дал? Ээ, ты чё, бл**, с оружием стоишь? А... Спустя три с лишним минуты мою жалобу все-таки приняли. Он сходу начал говорить то, что вот, ты вообще-то уже убрал оружие, но если приглядеться, перемотать и пересмотреть несколько раз, можно будет понять то, что тогда, когда я убираю оружие, немножечко незадолго до этого, он уже начинает пятиться назад. Сам себе удивляюсь, я начинаю писать в текстовый чат, и достаточно ясно и понятно объясняю то, что ему угрожали оружием и сказали показать документы. Он же этого не сделал. Помимо него находились настоящие полицейские, но еще тем более я под прикрытием, и его это вообще никак не смутило. И по правилам у него нет никакого расширенного феррерп, как у какого-нибудь другого там, блять, лорда, маньяка или что тут еще на серваке есть. Но это полбеды. Основная проблема, то, что мне запомнилось, это то, что на жалобе он начал сразу говорить, что все, что я говорю, это полный пиздеж. Ведь у него есть демка, и если он покажет ее админу, и они посмотрят ее, то все убедятся, что виноват я, и я получу за обман еще дополнительно 4 дня бана. Ему пригрозили оружием и сказали дать документы. Кто сказал, ты? Садькова не нужна махинация. Это память. Он достал лазерган, улетел, и потом достал оружие вооруженного человека. А посмотри, как все это было. Я стою перед этого сватовца. Он стоит, не помню, что тут с теми. Я говорю, уйди, уйди. Он говорит, нет, достаю пистолику. Не перебивай. Ничего не делай. Говорит, документы, говорю, не обязаны. Ты кто такой? Он показывает наручники, понял? Я беру лазерган и начинаю пытаться улетать уже. Он достает оружие, делает мне хит, когда я улетаю. То есть он попал по мне, понял? Я достаю пистолику, убиваю, потому что у меня сшала самооборона. Я спросил, а че, ты сам меня арестуешь. И понеслось. Ты сказал, что изначально сейчас? Достал оружие, попросил документы. Ты переглядил мне оружие, но я улетел, да? Пойдем, демку покажи, то что наоборот все было. И достал лазерган. Пойдем, то что я сначала достал лазерган, изначально. Потом начал делать. То есть сейчас такое будет, мотивация 4 дня. Я помню прекрасно, ты без оружия был, ты мне пока оружие достал лазерган. Ты мне не угрожал, ты мне ничего не сказал. Я начал убитать и ты меня стрелял. Че, стопил? И все? По-другому, да, уже все у тебя? И говорю, отойти, он говорит, нет. Я говорю, достаю пистолику. Говорю, типа, ушел раз, два, три. Он что-то отходит, то есть меня блокировал проход, понял? Ебать, а где я блокирую проход, объясните, пожалуйста. Я вижу, что человек выходит, а я выхожу обратно. После, че, я ему говорю, что-то у меня он сказал, съебись. Я говорю, Сватасу арестую, потому что он оскорбляет, типа. Как я тебе проход блокировал? Ты меня вроде бы блокируешь, я не помню, честно тебе говорю. Вроде бы, если не ошибаюсь. Уж ты сказал, прямо возле двери. Не было такого. Лего, зайди в этот, в общий голосовой какой-нибудь, че. У меня никнейм будет дарким, вроде бы. Ребя, у тебя имеется... И вот тут концепция в стиле, я покажу демку, и ты начнешь сыпаться, рушится сама собой. Life 1, заходи. А какой DS-сервер у этого сервера? Ну, мы сели, мы сели, мы сели. По ДЕМКЕ, будет видно. Как я сказал, показать документы, держа оружие. Сейчас найду их в DS. И ты не показал, и пошел назад. И этого сервера. HTTPS, дискот, то затем, когда я взял на ручь, и ты достал в CCM. Тебе сказано было показать документы. Так тут те документы, как я их тебе показал? Как я их тебе показал? А РОЛЛ затем. Я показал бы, но ты мне не сказал, не стоять, я могу двигаться и показать. Дайте, я зайду в тот DS. Тебе не обязательно было говорить стоять, ты просто не захотел их показывать и ушел. И что дальше? Ну как и что дальше? Ты приказ человека вооруженного не выполнил, не показал документы. Просто ушел по своим делам, достал вазерган и все. Так, я так понимаю, администратор не может глянуть, да? Давайте тогда уж разберу ее во мне. Разки, к моменту, что... Хлебач, покажи демку, либо что-то, я не знаю. Давай без проблем. У тебя же демка есть, у меня нету. Я жду, пока ты покажешь. Я же говорю, на демке твоей видно будет. Что? Не хочу показывать. Почему? Эээ, сейчас я с ней пообщаюсь, ты скоро. Показывай. Я уже сейчас буду смотреть. Демку. Сучара ебаная, просрался, да ты? Олей, дядь, показывай людей демку, блять. Попосрался, что ли? Понимаю, FB, у тебя отсутствие доказательств, в том случае, если имеются, и ты готов их показать, наверное, мне в личку, или нету демки. А у него есть... Он отказывается показывать, и, к сожалению, я с этим ничего не могу сделать. И он не показывает. Потому что он там напиздел, и видно, что он обосрался. Я, если честно, не понимаю, почему админы это с рук спускают. Он сначала там пытался сказать, пошли демку, посмотрим, у тебя сейчас будет обман, 4 дня бана. Но как только запахло жареным, как только я начал более-менее, еще более понятнее, чем обычно. Куда еще понятнее, правда, я не понимаю, объяснять, что вообще произошло. Он тут же отказался ее показывать. Да, я сохранил историю вот эту, то, что у меня нету демки, а единственный человек с этой ситуацией, у кого она есть, это он. И на данный момент он не получил никакого наказания. Но ничего, еще не вечер, все еще впереди. Не будет он демку показывать. Прикольно. То он хотел показать демку, то он не будет ее показывать. Не едет. Нападение. Там человеком убивают. Нападение. Кстати, а вы можете, Александр, его? Интересные ребята, нахуй он гранату кинул. А ты можешь выбить дверь? Мне просто нужно, покажи, ползай, все. Хулиганство. Бьет по двери, кулаками, хулиганство, даже не стучится. Сейчас какой-то повышенный режим, может быть, рекомендантский час, почему я должен выйти? Потому что кто-то сломал базу и ставит базу. Но ко мне это как относится? Я к рекомендантского часа не вижу. И что? Классно. Люди хотят отстроиться и присутствие лишних людей может помешать. Поэтому выйдите. Нет, просто если мне сразу сказали, начали, говорят, что ты тут делаешь? Почему вообще со мной на ты? Если мне сказали, вы можете покинуть Мэрию? Тогда будет проблем. Сейчас, слезьте с меня. Вот, но я причину объяснил, поэтому теперь покиньте, покиньте территорию Мэрии. Пока что. Все хорошо, если правда так срели, а не тыкали. Затем у меня начался приступ лудомании. И я решил вместе с этим приступом просадить все свои бабки в ближайшее казино. Заодноруким бандитом также не обошлось без обычной полицейской рутины. Вы зашли в не очереди. Соблюдайте очередь, пожалуйста. Освободите место. Ты полицейский, ты можешь показать. Я тебя сейчас уберу. Я тебя сейчас уберу. Нападение. Просрем все бабки здесь. Лудомания, сука, напала. Нет, ты играешь. Давай сразу на двух драмов у детских пачек. Оскорбление. Это оскорбление моих чувств. У вас, наверное, возникли справедливые вопросы. Почему все так рублено-рвано выглядит от одного события к другому? А я вам объясню. На самом деле мне есть что показывать. Просто сейчас идет обычная Дарк РП рутина, где я пытаюсь играть за РП профессии, попутно сталкиваясь с нарушителями. И вместе с этим пробую для себя немножечко новый, не совсем оригинальный формат повествования моих событий на серваке. И вот к 13 минутам ролика я столкнулся по-настоящему с первой проблемой. Ну я же вроде бы собирался отыгрывать без админки, притвориться самим собой, посмотреть, что скажут другие люди и так далее. Но нет, если я хочу подать жалобу, мало того, что я долго жду ответа на нее, так вдобавок эти жалобы принимают какие-то отсталые полупокеры, которые не умеют пользоваться ни логами, ни самой админкой. И это не говоря о том, что они половину правил базовых не знают. Ну вот вам пример, как раз после него я и решил взять Модраку и заниматься администрированием сам. Вандалии. А, я сам. Кто меня застрелил в последний киль? Смотри, вот этот подклад же ДМ. Предраждаю, смотри, тут декил. Декила тут нету такого понимания. Декил. 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 Коня. Смотри. Декил. Декил. Окей. И я коня. Коня. Мне кажется, убил вот этот вот чел. Его нету на сервере. Дожди. Ну вот серьезно. Возвращай. Нету смысла, нахуй, ребят. А зачем ты так не ушла в бутылке? Да потому что ты, блять, безрукий, нахуй. Ты не можешь нормально по логам посмотреть. Не хочу, блять, с таким админом быть. Возвращай. Не, блять, ненормально. Они не могут просто, сука, логи почекать открыть. Ну это, ну ебаться, всраться, блять. Вот давайте глянем. А, тут есть логи урона. Хули он не может его найти, этого Авдотия, блять. Вот мне очень интересно. В итоге мы узнаем сами, кто меня бахнул и нарушил правила РДМа. Потому что, по факту, не было никаких причин этого делать. И тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Я не могу разбирать свои жалобы. Если я хочу реально притвориться, типа, клоном самого себя, который зашел там, типа, фанат, поставил, не знаю, ник, аватарку и так далее, то мне не нужно разбирать свои жалобы. Полаган убил меня. Зачем? В мэрии. Я ЖБ подал, все нормально. А у вас ДМК есть? Вы можете показать мне ДМК? Ты из ДБ убил в мэрии? Зачем? Когда я посадил гробовщика? За хулиганство. В мэрии. Недавно. Минуты три назад. Ты убил и убежал. Жду, пока выдаст. Почему ты дегидировал? Я не могу убить. Спасибо. Я не знал, что это все время. Я уже не сдержался, я купил себе модруку, потому что тех, кто у меня разбирает жалобу, зачастую, но не все, какие-то сплошь и рядом инвалиды на голову, у которых рук нету, либо они растут из жопы. Говорю я так, потому что я заебался, когда подаю жалобу, чел не может банально просто попользоваться логами. Это самое базовое, что должен делать админ при разборе ЖБ. Он не может найти последнее убийство какого-то конкретного человека. Просто поиск по стим-идишнику поставить и все. 52 онлайн и из этих 52 41 админ. Донатный, не донатный, не важно. Ну чё, дубль 2 или какой? Обход правила на войс мод я купил, а разбор своих жалоб я тоже купил. Ну, мне разрешили, поскольку я видео снимаю. Окей? Ну, грубо говоря, я считайте купил. А можешь как мне это потом скопировать, чтобы я это тоже взял? Привет. Ой. Нонерпай у тебя. Вовремя ты меня тэпнул. За что? За что? За что? За что? Ты провоцируешь полицию оскорблениями, чтобы за тобой погнались. А почему ты разбираешь свою жалобу во-первых? Какую свою? Вот она, конечная для любого дарк рп игрока. Почему ты разбираешь свою жалобу? Давайте впервые за ролик объясню, что здесь значит разбирать свою жалобу. Ну, например, ты участвуешь в какой-то рп ситуации в рп профе. Тебе что-то не понравилось, ты увидел какое-то нарушение и решил с этим разобраться. Разобраться с тем, кто с тобой участвовал тоже в какой-то рпшке. Но, если вы могли заметить, то я не участвовал ни в какой рп ситуации. Я просто сидел в админ зоне, включил спиктейт и наблюдал за игроками. И вот, нашел у него то, что он нарушает нон-рп. Он берет, провоцирует полицию и убегает побыстро. Но в силу того, что дарк рп игрок тупой и он просто открыл правила, нашел удобное для себя словосочетание, а именно разбор своей жалобы и дальше определение этого правила он не читал. Он теперь сует эту фразу туда, куда не нужно. Очевидно то, что он недоволен тем-то, что у него нашли нарушения. И из-за этого он не будет выдавать себе наказание. А это еще одно нарушение правил, а именно админобус 18 пункт. На меня была жалоба по твоему? Нет. А что? На меня, как я вижу, нет жалобы. Ты сейчас просто так разбираешь свою жалобу. Какую свою жалобу? Ты выключил 8 пунктов? Нет, не выключу. У тебя разрешение есть? Это не твое дело. Почему ты так разбираешься жалобы? На меня нет никакой жалобы. Это не моя жалоба, у тебя нарушение. Как ты сидишь? А чья? Чья? Ты не имеешь права так... Вот будет жалоба, я выдам, ты не имеешь... Хорошо, я зову админа постарше, у тебя будет админобус x18, отказ от выдачи себе наказания по решению рассматривающего администратора. Доволен? Я тебе говорю, я тебе говорю, вот будет на меня жалоба. Ну что ты говоришь? Я сейчас в заводнина. У тебя нету твоей... Нету аж, зови. В общем, ситуация такая, человек в мэрии прибежал, начал оскорблять всех, кто там находится, по-быстрому убежал, является нарушением правил НРП, по правилам нельзя провоцировать полицию на погоню, я тэпнул его, объясняя нарушение, и он отказывается выдавать себе наказание. При этом на меня не было жалоба. Я заметил нарушение как администратор, который наблюдал за ситуацией, я имею право отреагировать на это. Смотри, на тебя не было жалоба, администратор увидел это, в чем проблема себя забанить? А то есть так можно? Нет, подожди, то есть так можно, можно сделать. К сожалению, так можно, или к счастью. Тогда я сейчас забаню. Нет, 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 у тебя админа буса 18 пункт, ты отказывался это делать, ты не хотел нормально меня слушать. Ладно, кидай. Все, давай, все, 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 все. Откидывай. Спасибо. А теперь мы возвращаемся к нашему герою забытой демке, которую он не хотел показывать. Как я понял, в мэрии происходит постоянно какой-то пиздец, да и вообще в любом месте карты постоянно какая-то хуйня да происходит. Челики нарушают правила, носят оружие в открытую, потому что убрали армит РП, но поскольку они опять же достаточно тупые, чтобы понять, что это нарушение нон РП, нарушений стало куда больше. Так у меня одного хватит. Вышли все, вот меня хватит, раз, вышел, вышел, раз, давай. Ну тогда надень на них нарушенки. Ай, а чё Майонов поужинал вам? Ушел, вышел. Давай, убей, убей, убей его, блядь. Вышли, это кабинет мэра, вышли все, ну ты, я не хочу на тебя баковать. Вышел, быстро. Вышел, давай. Слушай, у меня такой вопрос к тебе по нон РП. Я всегда, я в дефолт установлюсь. Вы не хотите приобрести там... Ушел. Ушел, сказал тебе. И ты ушел, ты. Ну просто я еще ни разу не поиграю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ушли. Ушел. Стойте, подождите. Угу, два раза он уже так его убивает. Ну ладно, окей. Ты убил человека. Уже второй раз. Второй? Кого? Второй раз? А, это вот тверки. Квити. Так же в мэрии. Начо, пожалуй, подал дебоста. Заказ был. Ммм, да. Вот первый раз нет второй этапа. Вроде бы, да. На него был заказ. Блядь, нет, я его пересмотрю. А че? Пожалуй, первый раз он... Во второй раз. Мне да, вроде бы... Да, я вроде кого-то в мэрии убивал, потому что заказ был. Первый раз нет, потому что он, типа, он скажет, что если он захочет, он нас убьет. То есть это у меня за самооборона. По-моему, он меня угрожал. По угрозиям убивать. Он угрозал меня, моему другу и мэру. А второй раз мы... Ну и все, он же бэки, он либо меня не прочитает. За это арест. Ну что? А не килл. За угрозу? А я наемник. То есть, а это контрабанда. А это тебе отыгрывать надо. У тебя два РДМА. Админ, а сейчас жалобы есть, просто у меня что-то не высвечивается. У меня бывает такая проблема. Нету. А стой, ну что? Он же бэки, либо что? Двадцать миль бан себе выдавай. А что причина? А что? Первый раз у меня был, он угрожал мне первый раз. У него угроза была моей жизни, моего друга и мэра. Он тебе ничем не угрожал. Он сказал, что если за счет чего вас всех убьют. А что, угроза в словах тоже считается? Мало ли что он сказал. Но за нее есть. Я сейчас зайду в мэрию и скажу, что я вас всех убью и начну уходить. Выдавай двадцать миль бана. Он жалобы кинул, либо что он? Я сказал свою душу. Сука, ну тупой. Погубить за второе РДМ, окей? За второй раз. За первое, он угрожал мне. Двадцать миль. Бана. Если есть проблема, пиши ты от жалобы. Я с этим не согласен. Да? Пиши жалобы на форум. Я не согласен с этим. А за десять минут я могу взять за второй раз. За первый раз. Он угрожал мне. И его нашли. Отказ. Отказ. Ну и я, я скажу, да. Я откажусь. От первого. Окей. Ах, восемнадцать. Вот он говорит то, что первый килл его это не РДМ, потому что ему там угрожали словесно. И он говорит то, что словесно тоже считается угрозой, за которую можно убить. Но внимание. Ему просто сказал какой-то горожанин, у которого не было никакого оружия, что он бы тут, если бы захотел, он бы тут всех нахуй разнес. Но вот когда вы в реальной жизни так вот человека, вот который так себя ведет, всерьез воспринимали? А? Лично я таких в Ростове повсеместно встречаю и записываю их в разряд городских фриков. А тут же чел мог спокойно попросить другого госа, чтобы его арестовали за неподчинение, но он решил просто переебашить всех, кто ему не угоден. А еще помимо того, что он отказался себе выдавать наказание, он взял до окончания самой разборки, ливнул с нее и пошел по своим делам. И это тоже нарушение правил. Привет. Оттепни сюда, пожалуйста, игрока с ником Аква Икс, наемник. Дэ админ. А что с ним случилось? Админ Абус Икс 18 и лиф с разборки без окончания самой разборки. Вот у него придется Икс 4. Суть такая, что он за наемника мастеруется под полицейского и иногда он вполне уместно людям угрожает оружием, чтобы там их отвезти куда-то по заказу и убить, не нарушая при этом правил. Но он дважды нарушил РДМ. Первый раз в мэрии он надумал себе причину для убийства какого-то чела, который без оружия, без ничего, обычный гражданский. Ну, так сказать, типа, да я если бы хотел, я бы тут всех убил. Ну, это обычный горожанин. Чего он такого сделает? Он берет его, тут же убивает. Второй раз он берет всех, выгоняет из мэрии, также будучи в маскировке. И он берет, кажется, того же самого или другого гражданского, угрожает ему. И за неподчинение надо было, ну, отыграть то, чтобы попросить кого-то заковать его, пока я угрожаю оружием и заковывать в тюрьму его за неподчинение. Он берет его, просто расстреливает. Я прошу его тэпнуться сюда, объясняя ему, что у него нарушение, он отказывается себе выдавать. Он прямо об этом сказал и ливнул отсюда. Разборку не закончил и ливнул. Вот и все. Прошу наказать его по всей странице. Что за тебя это? Было ли такое? Какую? И что, у меня очередь, когда он кожал, потом? Даже ливнул, я просто, у меня одних подарили, вот они надо, что наливали в одним. Просто я сказал, что да, я отказываюсь за 3дм. Это первый раз. Я, типа, ну угрозу, окей, но за 2дм. Угу. Админобус x18 уже есть. Плюс я увидел у вас, да, плюс я увидел у вас нарушение админобус x4 только что, потому что вы портнулись именно на администраторы, а не в сит. Поэтому вы получите еще плюсом админобус x4. А это правило читать надо, прежде чем играть на админке. Так я читал. Да ты читать не умеешь, что ты мне чешешь? Смотрите, у вас на сервере 23 с половиной часа, и вы не умеете банить, вы, вы, вы серьезно? Так я не в админку, мне чел подарил, мне приняли фланг, говорят, на тебе подарок, это аккуратно. Я попытался... Так, еще раз, давайте еще раз подтвердим. 2рдм, 2рдм, админобус x18, и я увидел админобус x4, правильно? Все верно. Там варны вроде, что-то такое. Да, 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 я все выдам сам. Да что объяснять тебе? Ты думаешь поймешь, что тебе кто-то объясняет? Впитывай и улетай, друг. Двое суток или сколько там будет? Да. Все, спасибо. Спасибо. Что-то пока опять тухловато, никто ничего не делает. Здравия желаю. Здравия желаю. Хуй почему говни из базы. Давай усвоим, блядь. Блядь, все, еди нахуй аниме, блядь. Сиди там, ебка. Если закроешь сейчас там, блядь. Сиди там нахуй свое аниме, смотри, блядь. Туда его нахуй. Так вот... Иначе... Зачем там остановись? Бегает нахуй чё-то. А то как, блядь, муха жужжит, блядь, навозная. Блядь, в очко себе стрельни, блядь. Сиди нахуй помалкивай там, блядь. Я подумаю над твоим поведением, может, выпущу, блядь. Понял? Иди нахуй, блядь, сиди, блядь, камни, и стрелять точно не выпущу. Над поведением своим сиди, блядь, думай. Ну ты чё делаешь? Тварь, блядь. Иди нахуй, блядь, не выезда. Ща помогу. Не надо, не надо, не надо, не стоит, не стоит. Пусть сидит, пусть сидит просто и всё. Пусть сидит. Братан, извиняй, но ты нарушил НРП, НРП, Ган, РДМ. Блин, ну я виноват, что еще ли ты меня просто так закрыли в комнате, за то, что я... Ну, хотя бы можно было не стрелять, знаешь? Да так тебе и надо. Ты меня... Че хуел? Да, охуел. Ааа, у него... Он... 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 Заткнись, заткнись. Закрой пиздак. Аааа, смотри, он участвовал в РП процессе, он там присутствовал. Он подал жалобу, он подал жалобу. Как он там присутствовал, прикол? Но я могу жалобу подать. Я могу подать жалобу, блядь, че ты ноешь нахуй? Да заткнись, блядь. Неадекват у столбика, все адекватные администраты. А мне вкул! Ахахахахахаха Сними клантек, позоришь штука только название. Ну вот смотри, у него нон рп ган, нон рп, а потом что еще было? РДМ, неадекват или... Я сейчас голубя вызову, сейчас мой рецидив напишем. Все. А, ну сейчас, если он это... не зайдет, возможно, страшно, то тогда уже у него будет неделя бан или месяц или... Да. Нет, на сервере именно он при предупреждении, либо на жалобе, или он легал на... Но я не знаю, ребята, это сойдет за предупреждение, он просто заорал да мне поебать и он легал. А, он так и заорал? Ну, он типа сказал да мне похуй за то, что у него бан будет. А, ну да. И первое предупреждение, он мне затыкал рот. Угу. Все, жабы закрыты, да? ЗБС, спасибо. А вот тут я встретил застройщика умного подвала, который посмотрел мои ролики по умному дому и решил сделать примерно так же. Но процесс стройки остановился на самой первой лестнице вниз. Бан пропал, где там через стену пошел. Питец ебанутый нахуй. А ничего, что тут ком? Открытое ношение. Эй, полицейских не надо, не надо, не надо. А ну, за... Бедного. Мэр здесь самая ненужная профа, потому что это на мэре не может прожить больше минуты двуя. Ну или когда начинается качей, я вот, правда, у меня такая чуйка, что... Весь сервак получает задание. Весь сервак получает задание просто убить мэра в кратчайшие сроки. За это убийство они ничего не получают. Просто как ежедневное задание. Ежеминутное. Так, проходя по серверу, я иногда думаю, что меня обкололи самым телом. Ребята, я так подумал, у меня там уже не разрешено. Один хип летает на лазергане. Тут канекекен за их собака. Потом... Сейчас пройдем, еще что-нибудь интересное увидим. Там я слышу телепорты, блинки от этого Курваотана из Дизоноред. Далее, что еще будет сейчас? Может увидим сами, как он телепортирует. Какой ты тупой, блядь, просто, ебанат. Он сам на своих же минах подрывается уже второй раз. Ну, вот еще бывают и такие челики. Причем они, кажется, приняли дозу побольше. Это вообще такой кадр. Ну, ебаный дебил какой-то. Он сам на своих же минах подрывается. Знаете, даже на первую причину нон-рп, почему ты провоцируешь метов и оскорблений. Так ты видел причину. Чтобы взорваться, нахуй. Зачем, непонятно. А он взорвался или я не взорвался? Да, он уже второй раз так берет, провоцирует и взорвается, блядь. Я просто за ним не иду. А ты с чем взорвался? С... С... С лэмки. С... Да, да, да. Да, да. Фиррррп, а нон-рп, 20 минут бана. Ой, какой же ужас, пиздец. Нападение. Я переживу любое попадание прямое в себя Ну и в завершение Та часть, которую я хотел вам показать Весь ролик, но она бы заняла Достаточно много времени, понимаете Нам надо было все-таки сегодня поживиться Челиками, которые на админках Нарушают правила админа Буза и так далее Как в старые добрые Вот она, беда любого DarkRP сервера Постоянные раздачи промокодов Для того, чтобы люди заходили Набивали себе огромные балансы На DarkRP серверах и покупали Всякую хуйню И это можно встретить вообще повсеместно На любом DarkRP сервере Особенно всякие рекламные ролики С вот этим вот любимым заголовком Что у нас есть промокод На дохуили он денег А потом еще один промокод, еще один промокод И вуаля, у тебя твой донат счет Превращается из нуля в тысячу две А то и больше И я вам показывал, онлайн 52 И админов из этих 52 40 с лишним человек Я, конечно, не гинеколог, но это полная пизда И ты, конечно же, хочешь, чтобы твою жалобу разобрал Какой-нибудь администратор, который хотя бы немножечко Разбирается в РП и в администрировании Но вместо этого тебе попадается какое-нибудь ОНО Как в моем ролике, который не в состоянии нормально пролистать логи Найти по стимайдишнику хотя бы человека Но это, как я и говорил, базовая просто функция логов И самое удобное, вбил стимайдишник И полистал его действия Ситуации, в которых он побывал Килы, которые он сделал и так далее Даже вот этот вот одноклеточный наемник Который отлетел тоже на два с лишним дня Ему говорят, что у тебя нарушен такой-то и вот такой-то пункт админа Буза И он не понимает, о чем ему говорят Просто потому, что он не читал правила Он не знает их Мой мозг, или точнее его остатки после игры на Драк РП Отказываются понимать, зачем они вообще берут админку Если они ей вообще нихуя не пользуются Когда приходится попользоваться, они не знают как Один не знает, как пользоваться логами Другой не знает нихуя правил Но зато успевает качать на других жалобах За обман и 4 дня бана Хотя за это вот столько дней не предусмотрено Но зато, когда у него находят нарушения Он, естественно, недоволен Потому что он не понимает, за что его наказывать будут Потому что он не знает, сука, правил Он их просто не читал Он знает, вот, фрикил, РДМ, нон-РП, фри-арест, фри-дамаг И все, и читы, возможно, какие-нибудь Все, больше правил не существует И вот я сталкиваюсь с третьим администратором Который будет разбирать мою жалобу Выносить вердикты и выдавать наказание Но с этим проблемы Но забегая вперед, скажу одно Вот это единственный донатный администратор К которому я отношусь С пониманием, лояльно То есть я нормально, адекватно воспринимаю То, что он тупит, когда разбирает жалобу Во-первых, потому что по голосу было действительно понятно Что это прям-таки ребенок Это мелкий какой-то поцик Который зашел на сервак Увидел промокод, взял админку И решил, что он будет помогать игрокам Разбирая их жалобы Вот этот челик, которого вы сейчас видите на экранах Он вообще не заслуживает никакого хейта Тупо, потому что это, блять, ребенок Это просто, сука, маленький человек Который еще не понимает, что он делает Зачем он вообще берет админку и почему В общем, что я вам хочу сказать Вот эти тюбики донатные Которые были 10-20 минут назад и так далее Которые не знают правил Не знают вообще, что из себя Какое-либо правило представляет И улетают за админа босс Вот они заслуживают Какого-либо пиздежа в их сторону Просто потому что Это безмозглые люди А вот шкета, который сейчас появится у вас на экранах Не смейте, сука, срать Он никому ничего плохого не сделал Он всего лишь не знает, как пользоваться админкой Ему от силы лет 9-10 Может быть даже меньше Но серьезно По голосу, думаю, сами поймете Ага, я его с тимаид написал Ой, не понял Да, блин На, пустя часа Мне вот такой Написать знак Я с терпением наблюдаю Восклицательный в начале Или же слэш пропиши Смотри Слэш пропишу Слэш бан написать Слэш бан, да? Слэш бан с тимаид 10 минут рдм Ему ж, наверное, около 10 Поискли мы буквами или без разницы Я тебе форму написал Да тихо Че ты, ребенка мне Возможно, не так часто играет Да дед, мне просто смешно Смотри, вот так вот Попиши только без точки в начале И ты окажешься в бане Мне просто не стало интересно Там, да, большими надо Большими С восклицанием Получается? Молодец Хорошая работа Мужик, мужик Мужик растет Все, красава Боевое крещение прошло Согласен У вас стэпнуть обратно? Да, давай Давай я сам себя верну Хорошо Сейчас 30 минут будешь ждать Плюс реп малому Короче, дело к ночи Я сидел Решил уже заканчивать видео Делать вставочку какую-нибудь напоследок Но нет Я пролистал материал И нашел еще одного Какого-то сука Донатного шкрека Тем более Не обычного Какого-то донатного Модера Админа А, блять Спонсора К концу монтажа Этого ролика Я уже даже не в ахуе И не в триехое Я не знаю Как это исчисляется Потому что Мое душевное состояние Не описать Никакими словами Пусть даже русский язык Необычайно богат Моя мыслительная база Не на одном уровне С этими челами Они ушли далеко вперед Я просто не знаю Как они генерируют То, что они вот Говорят в войс-чат Просто послушайте Еще одну жалобу А он меня хотел убить Эту самоброну Да он меня убить Хотел эту самоброну Ты тупой Ебать он крикли Он убить меня хотел А его типа С того света Слышно думает Или что Конченый админ Я для чел Хотел убить Он для... Ну, бог Брэй, сын Зачем ты меня убил Он меня... Он на меня стрелял Зачем ты меня убил Он меня стрелял Мне что стоять Надо было Зажать Как он меня убил Я уже написал Второй раз Чтобы он тяпнулся Ой, бля Короче, тебя убили Ты пришел спрашивать О своей смерти Зачем Я подошел к пресс-ф Просто По-напрому Сказал, типа ФПР меня вообще отпустил Вообще Меня ФПР отпустил А этот подумал Что я его убиваю Ну, тебя убили Ты спрашиваешь О том, за что тебя убили Подожди Это жалобы Или что? Это нарушение У тебя Ну, хорошо Но пресс-ф же меня Не забанил Хотя он попыше Хотя он может Без жалобы Меня забанить Но я нарушение Нашел Просто и все У человека Я у человека Просто по нрп спросил Я уже Ему не местил Ничего такое По нрп у него спросил Так Здесь ло... Нет Лоок чата нету Здесь лоок Нету чата Ну, здесь лоок Чата нету Ничего делать Оц Это общее А лоок Это локальный Нодрп чат Есть локальный чат А есть? Локальный чат Да ну реально Я думаю Ну, ты пришел после смерти Спрашивать За что тебя убили Это НЛР Ну, хорошо Ну, тогда в таком случае Иди запайм пресс-фа За то, что он мне за фрикет Выдай себе Сначала 10 минут Ну, ты сможешь это хотя бы Ну, хорошо Подожди Ну, сначала Выдай пресс-фу Я хочу Тогда Вот тогда пресс-фу Вызывай его Меня не волнует Никой пресс-ф Я увидел у тебя Нарушение НЛРа Ну, хорошо Предоставь мне доказательства И я выдам У тебя демонстрация экрана Пишется? Администратор Может быть Если увидел Выдать нарушение А, сейчас, сейчас, сейчас Погодь Ты ж в смысле доказательства Ты ж только что их подтвердил сам Пускай выдает Тогда Нет, ты выдавай Я тебе не могу выдать Администратор Вот ты администратор Иди подойди к другому администратору В чем проблема Предоставь нам доказательства Что я нарушил Я с тобой сейчас разбираюсь Ты должен себе выдать наказание Если ты нарушил правила А, ну, а если такого не было Откуда Может быть Ты неправду говоришь Хорошо Тогда у тебя будет админобус Махинации Потому что ты пытаешься Обмануть админ Хорошо По твоей логике То есть Если я Увидел нарушение И у меня к тому нету доказательств То я просто По моей логике Ты разносишь сейчас Какую-то охуйню Нарушив уже два админских правила Админобус x18 И обман Махинации Хорошо Я тоже могу сказать Что ты нарушил Но доказательства у меня нету Ну и что Гениально То есть Ты себя не будешь выдавать действия Голубь, ты слышал, ладно? Ты себя не будешь выдавать действия Голубь, голубь Голубь, у меня вопрос Смотри Он Смотри А, он Уходит от разговора Ты сейчас разбираешься с администратором Ты разбираешься с администратором Что я здесь Как бы слежу просто Я с ним общаюсь Я не согласен НЛРа не было Я не согласен с ним Ну и согласен Получается Спекаю за ним В оке Объясняется Как ситуация Ну, к которой Вы имели отношение В РП-профессии У меня такого Нету Когда я тем более Админ В спектейте Маклажусе 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 Маклажусе